Да, ребята, я приехал, чтобы встретиться с одним из лучших нападающих современности, если не самым лучшим. Он выиграл всё на клубном уровне и играл под руководством самых невероятных тренеров этой эпохи. И он до сих пор один из лучших в забивании голов. Роберт Ливандовский, представлен Катар Эрвейс, в этом выпуске Рио встречает. Привет, ребята. Привет. Вот он, наш здоровяк. Как дела? Нормально. Рад тебя видеть, дружище. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? У меня всё хорошо, да? Отлично. 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 Спасибо, что уделили нам время. Мы ценим это. Спасибо, дружище. Я прилетел сегодня утром, и вот я здесь. Я ничего не видел, но я бывал здесь раньше. Мне нужен загар. Не могу поверить. У меня загар. Я обгорел. Давай поговорим о футболе. Я люблю смотреть футбол. Ты из тех, кто просто любит смотреть матчи? Иногда я могу посмотреть хайлайты, знаешь, что-то вроде этого. 20-30 минут игры, чтобы посмотреть, какие команды играют, какая тактика и всё такое. Но 90 минут игры нет. Я не из тех, кто смотрит матчи, потому что у нас их так много. Так что, знаешь, это моё личное время. Я стараюсь наслаждаться и больше уделять внимание семье и тому, что происходит вне футбола. Тик-ток, танцы. Я видел. Время пандемии было сумасшедшим. Знаешь, когда слишком долго сидишь дома, начинаешь заниматься такими вещами. Например, это было похоже на то, что чувствовали мы все. Мне понравилось, потому что я увидел тебя с другой стороны. Я не знал, что ты такой шутник, потому что всегда видел тебя только на поле. Номер 9. Голы. Да, но знаешь, это правда, что я всегда был сосредоточен на футболе, потому что знал, что хочу стать лучшим. Игра, в которой ты участвуешь уже столько лет, изменилась. Я думаю, что в некоторые моменты номер 9 самый важный игрок. Кажется, что в последние несколько лет защитники стали играть более важную роль, когда Пеп изменил тактику. Они стали очень важны и получали больше внимания, чем раньше. А в последние 18 месяцев, может быть 2 года, самыми важными игроками стали номер 6, такие как Родри, Круз, Модрич, Гюндаган, с которым ты играл раньше. Как вы думаете, какая позиция сейчас самая важная для игроков? Сейчас, я думаю, позиция номер 6, потому что нужно найти баланс между атакой и защитой. И да, последние год-два эта позиция имеет значение. И, конечно, футбол для болельщиков — это голы. Но если ты разбираешься в футболе и играешь в него много лет, как я, то знаешь, что встречал много великих тренеров. Я начинал в клубе. Потом перешел в Баварию, к Гвардиоле, Хемкису, Анчелотти, Нагельсману, а теперь снова к Ханси Флику. Знаешь, даже в Барселоне с Хави. Так что для меня это большая удача, что я встретил таких людей. Тебе повезло, чувак. Тебе очень повезло. Да, должен сказать, я не знаю, сколько игр ты мог бы сыграть с таким опытом работы с тренерами. Хаби Алонсо — единственный, кто близок к этому. У него были такие тренеры, как Мауринью, Пепп, Анчелотти. Но я думаю, что ты уже перерос их. Что касается тренеров, я всегда хотел брать лучшее от каждого из них. Кстати, о тренерах. Отличная возможность поговорить о человеке, который оказал большое влияние на твою карьеру, о Пеппе Гвардиоле. Он подписал с тобой контракт в Баварии. Расскажи, как вы впервые встретились и что он тебе дал? Вначале было тяжело, потому что Пепп в то время был очень сосредоточен только на футбольных командах. Как человек он был сложным для игроков. Почему? Потому что он знал, что он блестящий тактик, и игроки должны следовать за ним. Если игроки следуют за ним, они побеждают. Но потом я увидел, что он начал меняться, стал более человечным, открытым для игроков. И это помогло ему больше, чем тактика. Я понял, что если ты играешь против команды, у которой мало шансов против нас, то тактика может очень помочь. Но если сравнивать полуфинал или финал Лиги Чемпионов, то я думаю, что на этом уровне тактика важна. Я не хочу сказать, что нет, но на этом уровне многое может повлиять на победу или поражение, понимаешь? Ты слышал, как многие игроки говорят о Банчелотте? Да. Они не говорят о тактике, мол, гений — это умение общаться с людьми. Да, он как отец, понимаешь. Он может подойти и спросить, почему ты не в настроении, что случилось. Он как дядя, с которым можно поговорить обо всем. Так что они совершенно разные. Например, Клоп, потрясающий парень. Знаешь, он понимает, когда нужно быть жестче, но также он точно знает, когда нужно быть дружелюбнее, понимаешь? Ты думал, что он сразу же выиграет, когда увидел Пепа? Когда ты увидел его на тренировке, ты сразу поверил, что мы можем выиграть все? С первой тренировки я был очень впечатлен. Знаешь, он так сосредоточился на деталях во время тренировки, даже на тех, которые раньше мне казались неважными. И я помню, как мы играли в рондо, знаешь, раньше для меня это было просто игрой, но для него это было настолько важным упражнением на тренировке, что... Почему? Потому что важно, чтобы ты не играл ногой за второй ногой. Понимаешь, ты должен быть открыт. С верхней частью тела ты должен быть открыт. Ты видишь три разных способа игры, а не только то, что ты закрываешься левым плечом, и не видишь, что левая сторона открыта, поэтому ты можешь играть только назад. Если ты более открыт с верхней частью тела, то можешь играть с тремя разными способами. Вот такая разница, которую я сразу заметил. Помню, когда я только приехал в Баварию, к нам присоединился Хаби Алонсо. Ему тогда было уже 33-35 лет, если я правильно помню. Перед каждой тренировкой он выходил на поле и делал легкие разминочные пассы. Я это заметил и подумал, ладно, давай я с тобой поиграю. И он пассовал. Но знаешь, пассы Алонсо были не такими быстрыми и сильными. Поначалу он идеально пассовал по 10 раз за тренировку. А у меня каждый третий пасс был такой. Па-па-па-па-па. И я подумал, ладно, надо быть внимательнее. Надо тренироваться. И я точно помню, что через 2-3 месяца я уже мог играть с ним, как он, идеально пассовать. И ему было уже 35 лет. 34 года. Он никогда не переставал учиться. Да, никогда. Даже тогда, за 10 минут до тренировки, он всегда тренировался. Сначала я думал, ладно, я это сделаю. Я хочу научиться этому. А через 2 месяца я был так впечатлен собой, что мог играть, как он, пассовать по 10 раз. И это было круто. Что значит быть под руководством такого тренера, как Пеп? Что он просит от тебя, как от нападающего? Он никогда меня ни о чем не просил. Правда? Я просто говорю. Нет, он сказал мне, Лео, я не могу тебе помочь, потому что ты лучше меня. Ты лучше знаешь, как завершить ситуацию, как завершить действие. Но я могу помочь тебе с тем, как доставить мяч тебе на поле. И он рассказал мне обо всем, что знал. Но мы много говорили о футболе, и он объяснил мне тактику, как должен играть правый защитник, почему левый защитник должен играть выше, почему центральный защитник должен играть с мячом, и когда ему нужно играть справа или слева. Мы говорили об этом, потому что для меня это было очень интересно. И даже для многих игроков Пеп был таким, что они боялись к нему подойти. Я был из тех парней, которые, если чего-то не знали, задавали вопросы. И если он видел, что я хочу узнать, он был более открыт для меня, как человек. И знаете, иногда он мне многое объяснял. Я был так впечатлен, что он дал мне совет, который сам проанализировал после игры или перед игрой. Так что для Пепа было очень важно хорошо подготовиться к матчу, понимаете? Мне нравится эта история. История была удивительной, потому что я помню, что всю неделю мы готовились к тому, что будем играть именно так. Мы хотели играть с прессингом. Мы так и делали. И вот мы на стадионе перед игрой, идем разминаться, возвращаемся в раздевалку после разминки, и он подходит к нам. Парни, 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 парни. Слушайте, слушайте, слушайте. Что случилось? Ну, мы здесь, ладно. Мы просто. Забудьте все, что мы делали на прошлой неделе. И что? Мы будем играть вот так. И он показал нам, знаете, что даже во время игры тактику можно легко поменять. Не то чтобы до игры, но во время игры. Это было легко, просто, никаких проблем. Да, большие перемены. Когда я говорю с любым игроком, который играл под его руководством, они всегда отзываются о нем положительно и говорят, что он отличается от всех остальных тем. Что он помогает игрокам понять все детали лучше, чем кто-либо другой. Вы ему доверяете. Если он предлагает какую-то тактику, вы принимаете ее, даже если это что-то новое. Это безумие, но через несколько недель вы уже не думаете об этом, потому что знаете, что можете ему доверять, и принимаете это, потому что в итоге все будет так, как он хочет. Вы когда-нибудь говорили, нет, я не верю в это, я буду делать по-своему. Роберт Ливандовский знает, как забивать голы. Я знаю, как бить и забивать. На моей позиции, да. Да, я должен сказать, что я стараюсь прислушиваться ко многим людям. Я могу принять чей-то совет, если он хороший, но в итоге я должен найти лучшее решение. Никто не может мне сказать, потому что, может быть, один или два или три совета будут хорошими. Но во время игры у тебя столько ситуаций, что нет времени думать. Он сказал, что я должен бежать вот так. Нет, ты должен чувствовать это. Ты должен знать это своим умом. В конце концов, я стараюсь найти решение, которое будет лучшим для меня и для команды. Потому что я знаю, что если буду выкладываться на полную, то смогу помочь не только себе, но и команде. Потому что у меня есть товарищи по команде, и это тоже важно. Иногда мне приходится думать о том, что я должен сделать. Решение, которое я приму, будет лучшим для команды, но в конечном счете и для меня тоже. Потому что сейчас мы подошли к такому этапу, что я уже не боюсь, что это слишком, но я много об этом думаю. Для многих игроков система важнее, чем личность. Это слишком. Это слишком сложно. Да, это правда. Для многих игроков было слишком много тактики, слишком много видео, понимаешь, потому что... Ты видел, как некоторые игроки сидят там и говорят, боже мой. Да, да, но это было и есть, понимаешь, это так. И я точно помню, что иногда нам приходилось повторять одно и то же, чтобы сосредоточиться. Конечно, некоторые люди не хотят этого делать, потому что у них не хватает сил. И они не хотят, потому что, возможно, они чувствуют себя счастливее, если не делают этого, понимаешь, нельзя их осуждать, потому что они делают то, что им достаточно. Вот так. Томас Мюллер не похож на человека, который любит собрания и хочет получать слишком много информации. Он выглядит так, будто вот-вот сойдет с ума этот парень. Да, но Томас Мюллер очень умный парень, понимаешь, на поле. Он очень мне помогал, потому что, когда я делал подкат, иногда нападающий не видел, что шестой номер уходит влево. Ладно, я постараюсь это заметить, но мне проще, когда кто-то уходит влево. Тогда я могу заблокировать путь, по которому защитник не сможет пройти к шестому номеру. Так что для меня лучше, если он заблокирует этот пас, и мне не придется бежать туда. Да. Так что лучше, если я скажу ему, уходи влево, уходи влево, и я буду больше сосредоточен на втором игроке шестого номера, понимаешь? Это так странно. Но знаешь, для меня Томас Мюллер, в конце концов, когда я думаю об этом, не был лучшим бомбардиром, у него не было техники или скорости, но в итоге... Он влиял на игру. Да, именно так. Он читал игру, как никто другой в моей карьере. И всегда был очень позитивным. И не важно, как он забил гол, но он забил гол. Не важно, как он отдал пас, но пас был, понимаешь? Так что это именно Томас Мюллер, и мне нравилось играть с ним. И да, я думаю, что он основа этого клуба Бавария Мюнхен, и этот клуб — его будущее. Я люблю его. Кстати, другой тренер Сэм Алдерси мог оказать большое влияние на твою карьеру, да? Да, я слышал. Да. Это правда, что он чуть не подписал тебя из Ле Познани в Блэкберн Роверс? Да, это была одна встреча. Я точно не помню. Как прошла эта встреча? Пожалуйста, расскажи о ней. Я помню, что там был еще какой-то спортивный директор. Кажется, и я с ним тоже встречался. Но у меня были другие чувства, понимаешь, я хотел попасть в клуб, который участвовал в европейском турнире. В то время у меня было несколько предложений, да. Я хотел просто съездить туда, посмотреть, как там все устроено, знаешь, тренировочный лагерь, как все выглядит, ну, в таких больших клубах, и заодно посмотреть, в чем разница. Получить опыт, а не просто присоединиться к этому клубу. Потому что я знал, что хочу пойти другим путем в своей карьере. Но я не знаю, может быть, я бы поехал, посмотрел бы, что там и как, и чему-то научился бы, вот и все. Но в итоге, да, я встретился с ним, и я помню, что они очень хотели меня заполучить. Но я знаю, что для меня сейчас не самое подходящее время присоединяться к ним. О, что бы было, если бы ты подписал контракт с Биг Сэмом, каким бы игроком ты мог стать. Но знаешь, глядя на нападающих сейчас, я думаю, что роль нападающего немного изменилась. Какой номер девять ты бы себе выбрал? Например, Холланд не хочет касаться мяча, ему все равно, но он хочет забивать. Если он забивает, он счастлив. Кейн, например, хочет больше участвовать в игре, иногда пасовать. Какой номер девять у Лея Мэр Ливандовски? Да, я. Я не чувствую себя счастливым, если не касаюсь мяча, даже если забил гол и отлично справился, если отдал блестящий пас. А иногда, знаешь, просто касаюсь мяча. И он оказывается в воротах, но я не участвую в игре. Понимаешь, иногда я не хочу слишком сильно выкладываться, потому что тогда я слишком далеко от ворот, от штрафной. Но я стараюсь даже без мяча помогать в защите и создавать пространство для своих товарищей по команде. Так что я где-то посередине. Мне тоже нравится быть вовлеченным, создавать, быть вовлеченным до того, как я забью гол. Но это идеальный вариант, когда я забиваю гол и могу больше участвовать в игре. А мои товарищи по команде могут использовать пространство, которое я для них создаю. Забавно, что ты сказал, что ты немного похож на Ксеркса, который, по мнению многих фанатов, особенно фанатов Манчестер Юнайтед, слушает подкаст и смотрит его. Он сказал, что его рейтинг 9,59. Какой он игрок? Многие спрашивают, какой он игрок. Ты играл с ним в Баварии, им нижний ТСЛФ Настк Турет. Он потрясающе играет спиной к воротам. Ты знаешь, он может держать мяч, может играть одним или двумя касаниями и отводить вингеров за спину. У него хороший удар в штрафной, потому что он высокий. Ты знаешь, он молодой, но он высокий, и я думаю, что он может держать мяч очень-очень крепко. Конечно, ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть к такому большому клубу с огромными ожиданиями, и он забивает много голов в серии А. Для него это был первый сезон, когда он был задействован, ну, как типичный нападающий. Но сейчас для Манчестер Юнайтед не лучшее время. Да ладно, брось. Я не смеюсь, я не смеюсь, но это правда, понимаешь, потому что это большая команда, и, конечно, я хотел, чтобы они вернулись на правильный путь. Но он нападающий. Он может реально помочь товарищам по команде и клубу, если знаешь, как его использовать, понимаешь. И он может забивать голы, но он не типичный голеодор. Он игрок, который может создавать пространство для своих товарищей по команде. Ладно, круто. Хорошо, что мы начинаем использовать их правильно. Но когда ты играешь, мне интересно, это потому, что я центральный защитник, и смотрю на вещи с точки зрения обороны, чтобы играть против. Думаю, это будет сложно, потому что, как ты сказал, ты можешь играть на обеих сторонах поля, двигаться, пасовать и забивать в разрушительном стиле. С кем из твоих самых любимых и самых сложных соперников тебе приходилось играть? Я всегда вспоминаю, как играл против Серхио Рамоса. Знаешь, это было огромным испытанием. Он всегда играл очень жестко, очень сильно, хотел быть всегда рядом со мной. Для меня это было большим вызовом. Да, я помню одну игру в Лиге Чемпионов, когда мы играли против Манчестер Сити, и там был этот парень, и мне пришлось с ним бороться. Он очень сильный, а я не такой уж и большой, но может быть я сильнее, потому что я от природы сильный. И я помню, что тогда я был спокоен, потому что он был очень сильным. И я немного использовал свои навыки дзюдо, понимаешь, потому что мой отец занимался дзюдо, и когда я был маленьким, я тоже много занимался дзюдо, но только дома. Потому что он не хотел, чтобы я занимался профессионально. И я помню, что был так впечатлен собой, что смог уложить этого парня. Значит дзюдо помогло тебе и в футболе? Не только физически, но и в гибкости, понимаешь, потому что в дзюдо нужно быть гибким, нужно уметь двигаться, понимаешь, ты не просто робот, твое тело очень гибкое. Когда я был маленьким, мой отец был моим тренером по физкультуре, и я очень злился, потому что мы никогда не занимались футболом. А только разными видами спорта, такими как баскетбол, гандбол, волейбол, потому что моя мама была волейболисткой, и моя сестра тоже. И мы много занимались гимнастикой, как ты знаешь. Когда я был маленьким, я много занимался гимнастикой. Например, я умел делать много разных гимнастических упражнений, которые для других были очень сложными. И теперь, спустя столько лет, я могу поблагодарить своего отца за то, что он научил меня этому. Я очень легко адаптируюсь к новым упражнениям, и мое тело тоже. Наверное, поэтому. Потому что сейчас в футболе игроки из академии просто играют в футбол. И знаешь, если у них во время игры что-то не получается, например, они не могут сделать какой-то элемент, то у них возникает много проблем с простыми вещами, которые раньше мы делали каждый день. Но теперь, когда мы выходим из дома, мир выглядит по-другому. Все сидят дома? Именно так. Ты приходишь домой, родители отводят тебя на тренировку, потом ты возвращаешься домой, идешь в школу, и все повторяется. Раньше мы много времени проводили на улице с друзьями, занимаясь разными вещами. И я думаю, что для будущих молодых игроков это тоже проблема, потому что они не только играют в футбол, но и много путешествуют. И я думаю, что из-за этого качество и уровень футбола снижаются. Слишком много игр. Слишком много игр, потому что дело не только в них. Иногда дело не в играх, а в том, что ты много путешествуешь. Ты играешь в 9 вечера, значит ложишься спать в 3-4 часа ночи, и не можешь уснуть до 12. Нет, всего несколько часов, и у тебя не хватает времени, потому что я вижу разницу, когда мы играем, например, в среду и в субботу. У тебя всего 2 дня на отдых. Но если ты играешь в среду и в воскресенье, то разница в один день огромна. Я сейчас говорю о мелочах, но если у тебя так много игр, то невозможно оставаться на вершине или играть на вершине в каждой игре. Это безумие. Это заставляет меня задуматься о том, как следить за своим телом, поддерживать его в форме и возрасте. Тебе сейчас 36 лет. Какие изменения ты внес за последние несколько лет или даже недавно, чтобы продлить свою карьеру и по-прежнему забивать столько же голов, сколько сейчас? Я должен сказать, что начал задумываться об этом, когда мне было 22-23 года. Ничего себе. Да. Потому что нельзя ожидать, что если ты изменишь свое питание, если ты будешь есть другую еду, то уже через неделю, две недели или месяц ты увидишь разницу. Тогда я сказал себе, ладно, попробую. Что ты делаешь? Занимаешься гимнастикой? Не только физическими упражнениями, но и работой в тренажерном зале для поддержания здоровья и правильного питания. И даже через 4 года я понял, что знаю уже достаточно. Тогда, например, моя жена сказала мне, Рой, Рой, у меня есть кое-что новое. Ты должен попробовать, потому что я сейчас изучаю что-то новое. И я подумал, ладно, ладно, подождите, подождите, подождите. Всегда нужно прислушиваться к жене. Нет, я говорю, подожди, подожди, ладно. Но если я увижу разницу через 3-4 недели, тогда мы можем что-то поменять. Вот так вот. Я всегда вижу разницу. Я всегда вижу, что даже спустя столько лет я многое знаю. Всегда что-то новое. И это все еще меняется, как и в футболе. Если я сейчас думаю о футболе так же, как 5 лет назад, то я точно не буду на том же месте, потому что я знаю, что футбол меняется, что нужно адаптироваться. Нельзя сравнивать футбол, который был тогда, с тем, что есть сейчас, даже если прошло 5 лет, не говоря уже о 10, потому что он совершенно другой. Это как если бы у тебя было другое место, другое поколение, другое мышление. Поэтому нужно это понимать. И я тоже многому научился в Барселоне. Например, наблюдая за молодыми игроками, я вижу их. И сначала я спрашивал себя, должен ли я говорить им, что футбол иногда выглядит по-другому, или может быть мне стоит взять то, что у них хорошо получается. Что у них действительно есть положительные стороны в футболе, которые я могу перенять. И я многому у них научился, даже если им 60, 70, 80 лет. Но также и тому, что иногда нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь, но при этом находить баланс, понимаешь. И это очень помогло мне почувствовать себя уверенно в этой команде, в этом городе, потому что, знаете, болельщики, они потрясающие с первого дня. И я очень рад, что могу быть частью этого удивительного клуба, потому что я не ожидал, что с первого дня они будут так меня поддерживать. И для меня это очень много значит, даже во время игр. Но я хочу не только играть в футбол, но и делиться своим опытом тем, что я видел, что я вижу в футболе, чтобы помочь клубу, чтобы все это работало лучше. А ты посмотри на такого игрока, как Ла Мин Мао. Да. Разница в возрасте 20 лет в раздевалке. Каково это, когда ты видишь такого ребенка в раздевалке? Когда я впервые увидел его на тренировке, ему было 15. Ему действительно было 15. И я впервые в жизни увидел кого-то, потому что я видел много молодых талантливых игроков, но впервые в жизни я увидел, что у меня внутри есть это. Вау, кто это? Знаешь, я увидел, что у него есть это. Как у Мушеллы, которую ты видел. И у этих ребят. Знаешь, это немного похоже на Мушеллу, у него тоже было что-то такое, но Ла Мин, первое, что он сказал, вау, этот парень такой. Как это возможно в таком возрасте? Он уже на таком уровне, знаешь, и даже в 16 лет, это просто невероятно, что он так хорош, так умен в таком возрасте. Но я всегда стараюсь дать ему какой-нибудь совет. С одной стороны, это удивительно, что он сделал, что он делает. Но с другой стороны, ему нужно думать о том, что скоро ему предстоит столкнуться с огромной проблемой, чтобы остаться на этом уровне или сделать следующий шаг. И речь не о следующих двух-трех годах. Мы говорим о том, что возможно лет через 10 ему придется думать о том, что ему нужно сделать, чтобы оставаться на вершине в 28, 29, 30 или даже больше лет. И это, я думаю, самый большой вызов в его карьере. Как вы думаете, ваша карьера могла бы сложиться иначе, если бы социальные сети появились, когда вам было 18 лет? Наверное, да, конечно. Вы бы хотели, чтобы все было так же? Дело не только в социальных сетях, но и в новом поколении. Они другие. Я не хочу сказать, что они лучше или хуже. Не волнуйтесь. Нет, нет, я имею в виду, что они другие, потому что я играю с теми, кто сейчас играет в футбол. Им по 16 лет. Почти по 15, даже больше. Да, но я думаю, что сейчас я играю с футболистами, которым за 70, и сравниваю их. Нельзя сравнивать, потому что это совершенно разные вещи. Но я думаю, что для нового поколения, если они хотят играть в футбол на высоком уровне и долго, социальные сети и менталитет будут очень важны. Я думаю, что им будет почти невозможно играть на высшем уровне больше 10 лет. Вы играли в самой молодой команде, которая когда-либо выигрывала Бундислигу с Дортмундом. Мне интересно, мы все время говорим о молодых игроках, но в чем разница между игрой в молодой команде и в более опытной, как, например, в Баварии? Знаешь, в Дортмунде, например, я тоже был молод. Я точно помню, что мы были очень молодой командой. У нас было много молодых игроков, может, еще 2-3 опытных, но мы дважды выиграли чемпионат Германии и кубок. Мы играли в финале Лиги чемпионов. Так что да, но у нас был клуб. Тренер, который знал, что у него есть молодые ребята, как в детском саду, и он знал, как с нами обращаться, и в итоге мы поняли, что очень хотим чего-то добиться, и он нам очень помог. Знал, как нас мотивировать, не на 100%, а на 110 или 20%. И если подумать о том, что мы играли в то время, то это было за гранью возможного. Это была лучшая черта Клопа. Он умел добиваться максимума от каждого игрока. Он мог добиться от игроков того, чего они сами от себя не ожидали. Конечно, это сложно в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной он мог это сделать, потому что ты видишь, что многие игроки, когда мы играли в финале Лиги чемпионов, выиграли. Это был их высокий уровень. И да, в то время выиграть два титула подряд, например, чемпионат Германии, было непросто. Это большое достижение. Ты тоже играешь в футбол в стиле хэви металл? Тогда это называется тяжелый металл в футболе? Да, это как рок-н-ролл. Иногда, когда мы плохо играли в перерыве, он приходил и полностью менял ход игры, понимаешь, он очень сильно нас мотивировал, потому что знал, что у него молодая команда и другое поколение. Я не думаю, что в новом поколении нужно быть немного другим. Понимаешь, новое поколение нужно поддерживать. Знаешь, как 15 лет назад, если бы ты был сильнее, это было бы для меня, когда я был молод. Ладно, я хочу большего. Я не боюсь, что кто-то на меня накричит. Знаешь, потом я был более мотивирован. И сейчас я не уверен, что молодые игроки готовы к такому крику тренера. Да, потому что это как бы. Но это не только в футболе, это вообще в жизни. Понимаешь, нужно быть более добрым, знаешь. И я не думаю, что молодые игроки сейчас любят, когда на них кричат. Это как бы. Но не только в футболе. Да, да, но вообще в жизни так бывает. Так что нужно это менять. Иногда я из того поколения был очень мотивирован, когда на нас кричали, а сейчас нужно найти баланс. Это не так. Я не хочу сказать, что нельзя говорить громко или, знаешь, более убедительно. Нет, нет. Но иногда нельзя кричать, как раньше. Знаешь, я точно помню, что перед игрой игроки-защитники говорили громче. Так вот, все было именно так. О да ладно, ты же идешь на игру. Мы сражаемся. Да, мы это делаем. Но на первой минуте ты не смог контролировать мяч, потому что был очень мотивирован, но даже сверхмотивирован. Теперь, спустя столько лет, я также понял, что неважно, о чем ты говоришь перед игрой, потому что у тебя уже было время подготовиться к этой игре. Теперь нужно просто повторить то, что иногда очень легко, очень понятно, но повторить. Но самое главное, чтобы твои ноги и контроль над мячом были не только такими, как 15 лет назад. Так вот, в чем огромная разница. Просто хочу вернуться к Клопу, потому что он действительно интересует меня своим характером. Есть ли какие-то особенности в том, как он добивается лучшего от игроков? Например, приведи мне несколько примеров, когда ты помнишь, где он что-то сделал. После Лиги чемпионов, когда мы проиграли одну игру, я думаю, что это была выездная игра, и мы жили в отеле, и это был мой второй год в Дортмунде. И в тот раз я начал говорить по-немецки, но не настолько хорошо, чтобы все понимать. Я чувствую, что не знаю, чего он хочет от меня, чего он ожидает от меня. Я должен поговорить с ним, потому что, знаешь, кроме того, я потерял своего отца, когда мне было 16 лет. И в моей жизни не было никого, с кем я всегда мог бы поговорить, ну ты понимаешь о моих проблемах или о моих вещах. В то время я был очень близок с этим парнем, и я знаю, что когда я подойду к нему, поговорю с ним, возможно, я почувствую себя лучше. Мы разговаривали примерно полтора часа, и иногда я даже не понимал его, потому что он говорил по-немецки, а я пытался, и я сказал, что понимаю все, о чем он говорил. Иногда я тоже говорил с ним, но знаешь, тогда я его не понимал. Он говорил со мной обо всем. Но после этого разговора мне стало важно, что мы говорили. Для меня было важнее, что он так со мной разговаривал, как будто я разговаривал со своим отцом, понимаешь? Может из-за моей личной ситуации или эмоций мне тогда это было нужно. Что-то вроде такого разговора. Но когда мы вернулись в Дортмунд и в субботу играли в Бундеслиге, прошло всего два дня, и я подумал, что можно изменить за два дня. Мы проиграли 1-4, я сделал хэт-трик и забил гол. Так что в конце концов этот разговор открыл что-то во мне. Иногда тебе нужен кто-то, кто поможет это понять. Точно. И ты знаешь это, потому что я, наверное, из тех парней, которым в то время нужен был такой разговор. Я видел, как карьера влияет на жизнь, и разговоры всегда придавали мне уверенности, что я могу поддержать кого-то еще, знаешь, может из-за моей ситуации в жизни. Я не знаю, но я точно помню, что этот разговор изменил мою карьеру. Интересно, что ты это сказал, потому что у моих детей умерла мать, у троих, и я беспокоюсь, что они не разговаривают и не общаются. Интересно, что ты обратился за помощью к кому-то, кто не связан с твоей мамой, к тренеру, к менеджеру, и у тебя хватило смелости это сделать. Это важно. Но должен сказать, что у меня не было такой смелости, но я знал, что должен это сделать. Даже если я не чувствовал уверенности, потому что сейчас все по-другому. Я понял, что нужно выйти из зоны комфорта, сломать свои привычки. Именно так. Знаешь, когда мне было 16 лет, я потерял отца, и мне было очень-очень грустно. А через год мой контракт закончился, и я не знал, когда снова буду играть. Я не знал, что делать, и мне пришлось ждать. Я думал, может, хватит с меня футбола, или пора попрощаться и пойти учиться в колледж. Но я сказал себе, нет, не важно, что случилось. Не важно, что они говорят обо мне. Ты действительно думал, что тебе, возможно, придется пойти учиться? Это было как бы в двух направлениях. Я не раздумывал ни секунды, но я не знал, что мне это не подходит. Я никогда не сдаюсь. Да, это тяжело, и, может быть, поэтому я был очень замкнутым. Но в итоге этот шаг, который я сделал с клубом, сделал меня сильнее и научил меня. Если этот разговор помог мне, я должен попробовать еще раз. Даже если трудно сделать первый шаг и заговорить с кем-то, я стараюсь. Даже это далось мне нелегко, но я знал, что это долгий путь, который может мне помочь. Это блестяще. Что бы ты назвал своим самым большим достижением в футболе на данный момент? Я играл в эпоху Криштиану Роналду и Лео Месси. И, конечно, я могу говорить об успехе команды, например, о Лиге чемпионов, о том, что за один сезон мы выиграли все подряд. И я думаю, что это вторая команда в истории, и я был ее частью, и я был забивал голы в каждом, как мне кажется, соревновании. Так что ты понимаешь, что это такое. Лучший результат на данный момент. Мы с лучшим бомбардиром забили, не знаю, за один сезон 69 голов. Это как будто, ну ты понимаешь, это как будто. Для меня это сложно. 69 лет. Да, например, я забил 5 голов за 9 минут. И до сих пор я не могу объяснить, как мне это удалось. Чувствовал ли ты себя непобедимым в то время? Потому что на этот раз ты лучший игрок в мире. Возможно, лучший игрок в мире, не так ли? Так что выбирай, Лео Месси, Криштиану или ты. Ты выходил на поле и думал, никто не может меня тронуть, никто не может меня остановить. Знаешь, иногда у тебя возникает такое чувство, что ты действительно такой. Это есть только у некоторых людей. Да, но с другой стороны, с другой стороны, ты должен оставаться на земле. Ты знаешь, ты не можешь думать, что ты как супергерой и все такое. Теперь ты можешь делать все, что захочешь, это поможет тебе. А теперь веди себя хорошо. Я всегда старался быть на земле. Если я подумаю о том, что я финишировал через 5 минут после начала игры, то даже не осознаю, что забил этот гол. И я помню, как Томас Ме подтолкнул меня к обороне, чтобы отпраздновать это событие. Почему? Да, я забил гол, но мы выиграли важный матч. И когда я вернулся домой, там была вся моя семья, мои друзья смотрели игру и были так счастливы. Я подумал, ну да, я забил 5 голов. Это круто. Но 9 минут? Ладно, но что это значит. Я не понял. Это значит, что? Я спросил жену, можешь приготовить мне блинчики? И подумал, вау, впервые. Я понял, что впервые это было на Рождество, когда я сидел за столом со своей семьей. И я помню, что тогда я был более спокойным, расслабленным. Вот что я помню. Теперь я понял. Потому что знаешь почему? После этой игры мы играли каждые 2-3 дня, или знаешь, у нас была Бундеслига, Лига чемпионов и Бундеслига. И в этих трех играх я забил 12 голов, что-то вроде того. А следующую игру я не помню. Потому что для меня это было неважно, игра уже закончилась. После игры я начинаю готовиться к следующей. Я это знаю. Нет, нет, потому что я знаю, что могу насладиться этим позже, понимаешь? Если я буду слишком много об этом думать, это ослабит мой настрой, понимаешь? Потому что это нормально, когда ты читаешь столько хорошего о себе, твой настрой падает. Нельзя. Я помню, что выключил телефон, я его выключил. Я не пользовался интернетом, потому что знал, что если начну читать все это, даже если я великолепен, мой настрой упадет. Нельзя. Я бы все это читал. Но я знаю, что для меня это лучший способ. Потому что, возможно, позже я смогу вернуться к ситуации и прочитать или увидеть это так, как будто это произошло на самом деле. Но я придерживался своего менталитета. Я стараюсь сделать свой менталитет настолько сильным, чтобы не имело значения, идет ли все хорошо или иногда идет плохо, но мой менталитет готов или будет готов ко всему. А теперь поговорим о том, каким непобедимым ты был, каким целеустремленным был, сколько голов ты забил. Я думаю, что это примерно 55 голов в том сезоне в год эпидемии ковид. Ковид отнял у этого человека золотой мяч. Как ты к этому относишься? Серьезно? Это одна из главных вещей, о которых я хотел поговорить с тобой, когда ехал сюда, чтобы увидеться с тобой. В то время я не понимал почему, потому что играли в каждой лиге, в том числе и в Лиге чемпионов. И для меня это было все равно почему. Я знаю, как иногда работает футбол, а также политика. Потому что если у тебя есть футбол, у тебя есть бизнес, если у тебя есть бизнес, у тебя есть бизнес. Политика и все остальное, конечно, в конечном итоге приносит деньги. Вот так. Просто чтобы остановить тебя, потому что у меня здесь есть кое-какие статистические данные, которые даже просто улучшат то, что ты говоришь. Для людей, которые, возможно, не знают, о чем ты говоришь. Подробно и не могу вспомнить прошлое. Но ты посмотри на это, и на момент записи этого подкаста прямо сейчас ты превзошел и Хаоланда, и Мбапе с тех пор, как вы все начали активно выступать в Лиге чемпионов. Да? Теперь ты разделяешь рекорд по среднему количеству набранных баллов. 0,79 гола за игру в Еврокубках с Лионелем Месси. Так что мы говорим о стандартах, которые просто сумасшедшие. И подумать только, что ты не выиграл золотой мяч в то время, я даже не могу представить, что был кто-то еще, кроме Тьериан Ри, на которого я смотрю и думаю. Он должен был выиграть золотой мяч, а он его не получил. А ты был вторым. И это только из-за ковида. Нам нужно начать петицию, чтобы тебе его дали. Ты бы взял его сейчас, если бы тебе его вернули. Конечно, взял бы. И ты снова добился этого в футболе, обогнал всех. Месси, когда он выиграл, забил 38 голов, а ты в том году забил 46. И ты смотришь на это и думаешь, что мне нужно сделать, чувак? Знаешь, я пытался сравнить себя с Лео Месси и Криштиану Роналду в своей карьере, понимаешь? Они тебе нужны были как вдохновение. Я их использую. Конечно, не только для вдохновения, но и для того, чтобы стараться. Чтобы. Поталкивать тебя? Не для того, чтобы их превзойти, а чтобы побить какие-то рекорды, голы, уровень, которого я достиг. Я не хотел сравнивать себя с Криштиану Роналду никогда как футболист, потому что, конечно, они на другом уровне, у них другие награды. Но я очень рад, что я был на несколько лет позади них, или даже в некоторых случаях мог их обойти. Понимаешь, как лучший игрок в мире в течение двух лет подряд. Так что для меня я никогда не мечтал быть как Левандовски, Месси и Роналду. Кто станет лучшим футболистом мира по версии FIFA? Знаешь, я был там и победил. Это было круто, чувак. Меня там не было. Но давай закончим с этим. Мы всегда говорим с парнями об их команде. Ты играл с великолепными игроками на протяжении многих лет. Если бы ты мог собрать команду из пяти игроков, с которыми ты играл, без вратарей, то есть без галкиперов, кто бы это был? Хорошо. Кто из них лучший? Мы уже делали это с Дэвидом Бекхэмом. На данный момент у него лучшая команда. Да? О, это безумие. Ладно, ладно, ладно. Рибери. Рибери. Что в нем было хорошего? Расскажи мне о Рибери. Что в нем было такого хорошего? Его пик был потрясающим. Он никогда не любил забивать голы. Он никогда не любил забивать голы. Ему больше нравилось отдавать пасы. Даже когда он обводил восьмерых игроков, у него был пустой гол, чтобы просто забить. Нет, он отдавал пас. Почему ты не любишь забивать голы? Это незаконно в твоей жизни. Такого никогда не было в твоей жизни. Нет, было. Один раз. Иногда. Да. Но, конечно, если бы у меня было восемь дней, у меня были бы пустые ворота, я бы обязательно забил. Но он был просто великолепен. Он был потрясающим игроком, знаешь ли. И да, он был очень быстрым с мячом, обводил всех. Франк Рибери был одним из величайших игроков в истории. Сколько у меня защитников? Что ты хочешь? Можешь взять всех нападающих. Мне все равно. Что хочешь? Вау. Твоя команда может проиграть, но... Алаба. О, я не думал об Алабе. Это Алаба. Супер. 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 В моде он тоже очень хорош. Верно? Да. Хороший стиль. Сейчас я могу найти кого-нибудь получше в своей команде. Кунде. О, это невероятно. Да. Ты иногда убиваешь его. На днях он был на подиуме с кремом. Это было совсем не так. Ну, знаешь, ограбление, ну, знаешь, костюм от него. Но да, он такой, ему это понравилось. Да. Иногда, знаешь, кажется, что с самого начала это было немного странно, но позже ты видишь так много раз больше, чем ты. Мне нравится это видеть. Я бы с удовольствием на это посмотрел. Да, именно так. Я помню один разговор с Алексом Фергюсоном, например, это было в 2012 году. Я почти подписал контракт с Юнайтед. Ты играл в то время. Ты почти подписал контракт с Юнайтед. Я решил перейти в Манчестер Юнайтед. В каком году? В каком году? 2012 год. Я был там. Да. Я помню разговор, который состоялся перед началом предсезонной подготовки, мы играем в несколько игр. Я знал, что он позвонит мне. И в перерыве мне дали пощечину, потому что я знал, что играю 45 минут, мне позвонили, и вот, ты знаете, мой английский, знаете ли, был именно таким. Это совсем другой уровень. И даже особенно, если я собираюсь поговорить с таким парнем, как Алекс Фергюсон, который обращается ко мне, и я обращаюсь к нему сейчас. Ты нервничал? Нет. Нет. Хорошо, он будет легко говорить по-английски, да? И он позвонил. Привет, меня зовут Роберт Ливандовский. Привет, привет. Привет. Тебе знаком этот акцент, шотландский акцент, и... Да, да, конечно. Я так и знал, что мне следует ему сказать. Да, конечно, я хочу присоединиться к Манчестер Юнайтед. Да. Не мог бы ты повторить это еще раз? Да, да, конечно, конечно. Так почему же ты не подписал контракт, чувак? Спроси у клуба, знаешь ли. Нет, я помню то время. Вот тебе зарплата. Нет, я помню и разговор с президентом Дортмунда. Он сказал мне, что я им нужен. Они не собираются продавать меня в Манчестер Юнайтед, потому что я очень важен для них. Сейчас не самое подходящее время. Но тогда я сказал, да, это правда. Я согласился перейти в Манчестер Юнайтед, потому что, если тебе звонит Алекс Фергюсон, ты не можешь сказать нет, особенно когда тебе 22 или 23 года. И ты знаешь, что в то время я играл за Дортмунд, и я был счастлив в Манчестер Юнайтед. Это был расцвет Манчестер Юнайтед. Какая у нас была бы команда, боже мой. Давай, добавь мне еще трех игроков. Ладно, защитника. Рибери и Алонсо. Алонсо. О, отличный игрок. Алонсо. Да, я бы еще назвал Ариена Робина. Вэтмен и Робин. Рибери и Робин снова вместе. Ему даже не нравилось отдавать пас, понимаешь? Он эгоист, да? Да. Все знают, что он играет левой ногой. Ты уже должен быть там. И еще я был в таком положении, что перед тренировкой он уже проводил тренировку в спортзале. Но иногда он был таким потным. Он был, я не знаю, час в зале. И зачем тебе это, если мы уже после игры готовимся к следующей? И я был в таком замешательстве. Я помню одну ситуацию, когда Пепп на 65-й минуте убрал его с поля, и он был зол, потому что играл. А на следующий день, даже на 65-й минуте, ему нужна была восстановительная тренировка перед следующей игрой. Нет, он был на поле, он так старался, что я был спокоен, я понимаю, потому что я тоже иногда выкладываюсь на полную, но в этот раз он перестарался. Да, да, но я делаю это не ради ног. Да, я должен думать о голове. Да, но в конце концов, может быть он получил травму. Да, да, но я не могу придумать другой способ. И знаешь, Арон, ну ты же понимаешь. Такие игроки на таком уровне иногда делают это из-за эмоций, которые их переполняют, и они не могут поверить или принять, что они проиграли. На следующий день он был. Но на каждой тренировке, даже после тяжелой тренировки, на следующий день он был спокойнее. Нет, он уже был в зале, готовился к следующей тренировке. Ладно, так и есть. Последний? Последний игрок. Я точно кого-то забыл. Бастиан Файнштейр. Ладно, у меня есть Фаблонца. Он больше нападающий, форвард. Да, Томас Миллер. Потому что я люблю с ним играть. Ты с ним играл? Да, но я играл с ними несколько лет. Он был очень молод. Понимаешь, я пытался найти кого-то, кто играл бы несколько лет. Ну, конечно, он потрясающий, и у него блестящее будущее. Но я пытался найти кого-то, с кем можно играть. Ты играл с ним? Но знаешь, пик большая, пик Б. У него было все, понимаешь, потому что он был сильным, с левой и с правой ноги бил по мячу, потрясающе. Он был быстрым, но в этот раз я был очень впечатлен, когда они выиграли чемпионат мира. Да, кстати, Боа был для меня просто потрясающим. Так что там с ботами? Да, хорошо. Ладно. Итак, в твоей команде есть Рибери, Алаба, Алонсо, Робин. Филипп Лам тоже есть? Нет. Нет? Бот или Филипп Лам? Но без какой-то системы. Да, мы играем. В футбол. В футбол. Хорошо, Филипп Лам. Слушай, мне нравится эта команда. Филипп Лам. Рибери, Алаба, Алонсо, Робин Лам. Да, я точно кого-то забыл. Да, но это не важно. Через пять минут я вернулся к тебе и забыл о нем. Диджей, диджей. Я. Хорошо, хорошо. Спасибо, да. Слушай, Роберт, я очень ценю твое время. Большое спасибо. Фантастический разговор. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok